А скажу нет, никто не поверит. Так что я буду с вами честен. Скажем так. Я не боюсь никаких противников. Я самодостаточен. Они меня не волнуют. Если я решил драться, начать бой, то на этом все. Лучше было подумать раньше. Брюс Ли. По его собственным словам. Вода самый гибкий материал. Но она может расколоть камень, гранит. Кроме того, вода бесформенная. Ее нельзя схватить, причинить ей боль. Кунг-фу учит именно этому. Быть гибким и мягким, как вода. Приспосабливаться к противнику. Кунг-фу родилось в Китае. Это предок карате и джиу-джитсу. Это более законченная и гибкая система. Она текучая, в ней больше переходов, а не просто раз движение, два движения, стоп. Например, вы прочли в журнале. Если вас схватили, сперва вы делаете так, потом так, потом так и так далее. Тысячи этапов для одного действия. Журнал научат только умным фразам, типа «внушай страх врагам», «любовь друзьям». В кунг-фу всегда есть быстрое движение. Вот вас схватили за руку. Не надо сложных движений. Удар по подъему стопы и все это и есть простота. То же касается атак. Везде должен быть самый минимум движений. Действия напрямую. Раз и враг упал. Плюс достоинства. Никаких воплей, прыжков вокруг, только... Простите. Кунг-фу можно заниматься одному или с партнером. Упражнения имитируют движения цапли, обезьяны, молящегося. Есть стиль тигра. Здесь ведешь себя как тигр. Бьешь когтями в лицо. А теперь движение цапли. В карате бьют, как бруском железа. Бах! В кунг-фу как цепью с железным шаром на конце. Так гораздо больнее. Есть разные виды ударов. Пальцами. Кулаком. Двойной глаза и пояс. По глазам, чтобы ослепить. Не бойтесь. Прямой в лицо. От корпуса и дальше. Потом удар рукой. Снова работаем корпусом. Стоим боком. И, конечно, кунг-фу вещь жестокая. Вы знаете, китайцы всегда работают сверху вниз. Используем ноги. Прямой удар и сбоку. В зависимости от расстояния, выбираешь удар. Ему не по себе. Замечания о пути боевых искусств. Единоборства имеют глубокий смысл, по крайней мере, в моей жизни. Я актер. Мастер боевых искусств. Человеческая личность. Всему этому меня научили единоборства. Боевые искусства – это все школы боя. Карате, айкидо, дзюдо. Китайское кунг-фу во всех его видах. Все это – виды рукопашного боя. Кое-что превратилось в спорта, а кое-что – нет. Применяют удары в пах, пальцами в глаза и так далее. Для меня, по крайней мере, в моем понимании, все виды познания сводятся к самопознанию. Я считаю, что ко мне идут не за тем, чтобы научиться обороняться или вгонять кого-нибудь в землю. Я могу научить выражать чувства в движениях, будь то гнев, решимость, что угодно. То есть, другими словами, ученик платит за то, что я покажу ему искусство самовыражения. Ударь меня. Ударь. Если все время контролируешь движения, ты слишком озабочен их выполнением. Что это? Демонстрация? Я должен видеть чувства. Еще раз. Я сказал, чувства. Не гнев. Еще раз. С чувством. Главное, моя идея, не думай, делай. Если видишь цель, не отягощай разум. Действуй. Вот так. Вот что самое важное, как в процессе развития тела, познать себя. Я не учу, скажем, карате. Я больше не верю в стиле. Я не верю, что есть такие вещи, как китайский стиль боя, японский стиль боя, другие стили. Если у людей будет три руки и четыре ноги, понадобится особый стиль. Если возникнут существа, принципиально отличные от нас, то у них будет свой стиль. Зачем это? У нас две руки, две ноги. Важно научиться использовать их по максимуму. С точки зрения геометрии, прямая линия, дуга, кривая. С точки зрения скорости, медленно или быстро. Направление вниз, вверх. При этом нужно задаться вопросом, как наиболее честно выразить себя. Скажем, для меня, искусство боя это честное самовыражение. Это очень сложно. Очень просто устроить шоу, изобразить задиру, наполниться этим ощущением, почувствовать себя крутым, или надеть другую маску и поверить в нее. Можно показать экзотику, но вот выразить себя честно, не лгать себе, такое самовыражение, это, друг мой, очень трудно. Нужно работать, развивать рефлексы, чтобы действовать на все сто. Движение должно быть полным, и делать его надо решительно, не на дюйм, не меньше, чем нужно. Если я бью, то только в полную силу. К таким вещам себя приходится приучать, вливаться в удар, не горбиться, изображая что-то, а вкладываться целиком, хлистать, собрать всю свою энергию, сделать ее оружием. Хороший мастер не напряжен, а готов. Не рассчитывает, но не мечтает. Он готов ко всему. Противник движется, я атакую. Атакует, я двигаюсь. И если есть возможность, я не бью. Удар происходит сам по себе. Из-за стилей люди разделены. Стиль мешает объединиться, потому что стал догмой. В начале он был просто гипотезой. А со временем стал святой истиной. И вот человек становится продуктом. Не важно, кто ты, какой ты, как ты сложен, сколько у тебя силы, все это не важно. Из тебя делают шаблон. И это неправильно. Поэтому давайте скажем просто, вот я человек. Как я могу себя выразить, раскрыть себя наиболее полно? Из этого стиля не получится. Стиль это концентрированная форма, а тут процесс. Мнение актера. Не понимаю слово «звезда». Это иллюзия. Так называет тебя публика. Добрый день, мистер Ли. Все знают, это мистер Ли. Если у тебя есть имя, каждый говорит, о, он такой классный. Если имени нет, отвратительно, какой мерзкий. То есть, мало кто постоянно готов тобой восхищаться. Если ты стал знаменитым, очень легко ослепнуть от всего этого блеска. Похвалы повторяют, повторяют, и в конце концов сам в них веришь. Слово «суперзвезда» выводит меня из себя. Потому что «звезда» это условность. Ярлык, наклеенный публикой. Лучше считать себя актером. Сами посудите, приятно услышать, да ты суперактер. Приятнее, чем ты суперзвезда. Когда я сюда приехал, еще в 65-м, я снимался в сериале «Зеленый шершень». И, оглядываясь, я видел множество людей. Огляда на себя, видел робота. Потому что не был сам собой. Пытался найти внешнюю форму, внешнюю технику. Думал, как именно двигать руками, но не задавал вопроса, что сделал бы Брюс Ли, попади он в такую ситуацию. Есть природный инстинкт, есть контроль. Их надо гармонично соединить. Уйдешь в одну крайность, это ненаучно. Уйдешь в другую, превратишься просто в механизм. Не будешь человеком. Так что нужна именно комбинация. То есть идеал – это не что-то чистое, естественное или неестественное. Это неестественная естественность или наоборот. Снимая китайское кино, я буду очень стараться не быть американцем. Хотя уже 12 лет я принят в Штатах. Приехав сюда, я увидел, что тут что-то не так. Сплошные косички, широкие рукава и вот такие глаза. Я пришел к выводу, что в Штатах почему-то не знают Восток. Я имею в виду, не знают настоящий Восток. Моим собственным путем. Главное, чего я достиг как человек, вся моя жизнь как личности, это самопознание, самоочищение, шаг за шагом, день за днем. У меня дурной характер. Жестокий. Если быть честным, я не хуже других, но не считаю себя святым. Когда я взялся за единоборство, то часто бросал вызов учителям. Кто-то из них бросал вызов мне. И я понял одно. В вызове главное твоя реакция на него. Задевает ли он тебя? Не трать силы. Какой у тебя стиль? Стиль? Искусство боя без боя. Искусство боя без боя? Покажи-ка. Потом. Если ты спокоен, не заденет. Ладно. Думаешь, хватит места? Тогда где? Тот остров. На берегу. Возьмем лодку. Ладно. Спроси себя, боюсь ли я этих людей? Уверен ли, что одолею этого человека? Если у меня нет сомнений, во мне нет страха, то я отнесусь к этому спокойно. Сегодня дождь и буря, завтра снова будет солнце. Глядя вокруг, я понимаю, что главное всегда быть собой. Выражать себя, верить в себя. Не искать яркую личность, чтобы скопировать ее. По-моему, в Гонконге это и происходит. Люди копируют форму, не смотрят в корень проблемы. Как мне стать собой? Так что приходится пережить многое, понять жизнь, чтобы увидеть, что все игра. Приятель, только игра. Развлекаться ей можно, но многие от этого слепнут. Это как пальцем указать на Луну. Не отвлекайся на палец, а то упустишь всю красоту. Я считаю себя просто человеком. Не хочется говорить, как Конфуций, но подумай, мы все одна семья под небом. Оставь мысли, будь бесформенным. бесформенным, как вода. Вода, налитая в чашку, станет чашкой. Нальешь бутылку бутылкой, нальешь в чайник, станет им. Она может течь, а может бить. Стань водой, друг мой. У текущей воды хвост не вырастет, так что текущей воды. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...